Ульяновская Пенза не только соседи, но и регионы, успешно сотрудничающие между собой в разных отраслях. Но в этот раз во время поездки ульяновской делегации в Пензу в зоне внимания оказались вопросы промышленности и медицины. Новые реалии ставят перед руководством страны и регионов задачу создать так называемый технологический суверенитет. Поэтому без более тесного сотрудничества и взаимообмена опытом и технологиями не обойтись. Вместе с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко обсудили развитие межрегиональной кооперации. Все импорты заместить невозможно, но ключевые критические отрасли, продукции, которые имеют критическое значение, как поручение дал президент Российской Федерации, она должна быть замещена. И в этом плане предприятиями Пензенской области проводится очень серьезная работа. Хочу напомнить, что Пензенская область – это все-таки область, которая исторически здесь сложилась, ядро оборонно-промышленного комплекса. Одной из предприятий, заинтересовавших ульяновцев, стал завод «Станкомашстрой». Он является основной силой крупнейшего пензенского станкостроительного кластера. Ульяновские компании уже заинтересовались пензенскими станками и компетенциями по литейному производству. Поэтому стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Сегодня мы по большей части затронули сферу станкостроения, машиностроения. А здесь у нас с одной стороны много общего, а с другой стороны у каждой стороны есть какие-то свои уникальные технологии и возможности. Поэтому сегодняшняя наша встреча носит согласно-ознакомительный такой характер, но с другой стороны уже мы достигли соглашения. Так ульяновская компания «Гистега» готова производить для машиностроительных предприятий «Пензы» телескопические защиты станков и заниматься ремонтом оборудования. У предприятия СВО, которое специализируется на производстве авиационно-учебно-тренировочных средств, есть перспективы сотрудничества с компаниями «Глянцтехник» и «Халтек». Еще одной точкой визита ульяновской делегации стал Центр экстренной медицинской помощи. В Пензенской области успешно работает единая диспетчерская служба и единый контакт-центр. По одному номеру 112 любой житель региона может не только вызвать скорую, но и записаться на прием в поликлинику, вызвать врача-ребенку или просто проконсультироваться. Главный плюс такой единой системы – оптимизация работы медицинских учреждений и контроль всех поступающих вызовов. Первая серия переговоров, по словам Алексея Русских, прошла успешно. Ульяновцы пригласили коллег с ответной бизнес-миссией в наш город, чтобы осмотреть ведущие предприятия. Анна Тищенко, Юрий Конехин, Улправда ТВ.